Никогда не перестану любоваться процессом попоечки, да, не знаю, так вот они мило как-то это все пьют, да. Кстати, у меня подруга, когда это увидела, сказала, бедная, бедная, пьет, бедная. Типа, да, ей вообще там, ну, кашу лапой дрыгала вот одно из них, да, типа такой кайф, что аж лапкой прямо аж дрыгает, короче, да. Не знаю, воду они как-то очень быстро находят, поскольку прям видно вот, как будто ус чувствует, где больше влажность, а где меньше влажность. И она прям раз, она вот сидела, даже не знала, что тут вода, там буквально пять шагов там сделала, и бах, и как-то усом почувствовала, что вода там, и раз, и уже туда. Да, даже не проверяла, ну, головой туда, а сразу, ой, я на нее случайно дунул. Пей, пей, нормально все. Вот, а сразу, короче, окунулась и сразу же стала делать глотки. Ну, или не глотки, у них нет глотки, они скорее втягивают воду. Так, что тут происходит, сейчас увеличу, так сказать, небольшая макро вставочка. Да, синяя эта херня немножко портит вид, потому что, ну, я просто как оператор не люблю, когда вот такое пятно, блин, синее. Ну, а так, в принципе, все видно и хорошо. Сейчас мы на нее фокус сделаем. Может, ей не нравится, что я светом направляю. Они, как правило, не любят свет. Так, сейчас она напьется, мы этот лоток поставим в другой террариум для подростка. Так, что происходит? А, нормально. Дружественная попойка. Сейчас зафиксируем этот, чтобы у нас фокус не искакал. Стабилизация вроде работает, там хрен его знает. Немножко макросъемки, чуваки. Да, штана, видимо, то ли от света. Ну, ничего, мы ее так сможем лучше рассмотреть. Кстати, сейчас скоро глаз будет видно. Да, это как херня, вот Ленин стоит, там, чувак, не хочешь немножко травки? А здесь это, чуваки, немножко макросъемки. Хи-хи. О, лапу тут классно лежат. Четенько. Помните, тогда она когда-то ложилась в такую позу? Доллара, блин. Сейчас мы ее по это потревожим. Кусает, кусает этот самый шнур от Ноута. О, боже, тут уже мои пальцы близко. Вот, продолжает. Кусать его. Ой, это что-то она не очень хорошую затею сделала. Что теперь делать-то? Пусть спускается. О, блин, мордой только шоу в этот салат. Не, не, нахер, нахер отсюда, не надо нам это, блин. Ну, жесть, все, капец. Все, поползла по этому. Сейчас мы ее подденем. О, прям кусает его, думала, что это добыча. А, бля. Сейчас мы ее обманем и туда встряхнем. Туда встряхнем. Все, есть. Обманул ее, обманул. Все нормально, короче. Так, дальше мокруху снимаем. Мокруху, блядь. Как за ней, блин, уследить? Ну, стабилизация вроде есть. Это хорошо, потому что у меня бы руки тряслись и создавали бы ненужную тряску. Пора нам водицу переставлять в другой. Сейчас заберем отсюда. Нормально. Забор произошел успешно. Так, вторая. Гот. Фукин, щет. Так, давайте. Сюда поставим сейчас, блядь. Только, сука, хотел туда. На, блядь, что мне? На нее теперь ставить или что? Уни. Уни, скажи. Ладно, хрен с ним. Сука, хватанет же за палец, если я туда поставлю. Все, нормально. Сейчас смотрим, через сколько она идет его. Почувствует воду. Так, увеличимся. Пусть ищет водицу и все будет нормально. Сейчас уже недолго осталось. Короче, вот, буквально за год ни хрена она не выросла вообще. Хотя я ее кормил хорошо. Много кормили ее. Ни хрена она не растет. Скалопендры очень, сука, долго вырастающие виды. Я это предчувствовал. Поэтому, даже когда я паука брал, девушки, это было, блядь, года два назад уже, наверное, или три. Вот. То, два года назад, да. То я сразу взял здорового. Потому что они сказали, есть подростки, как раз будете наблюдать, как он будет смотреть. Да нахуй, блядь, мне твой подросток, блядь. Мне сразу надо. Я люблю такое, что, блядь, сразу берешь, блядь, и все. Вабанг, блядь. И она, походу, и лепить не хочет, или она может еще не почувствовала. Ну, молодая еще, зеленая, блядь. Так. В любой момент может сесть телефон, потому что у меня уже там заряда мало остается. Ну, не страшно. Может, ее надо мордой окунуть хотя бы раз в воду. Может, так она почувствует что-то такое. Что мы ей здесь не туфту предлагаем, а реально в воды напиться. Сука, у меня дождь пошел опять. Так. Это никуда мне вообще не дело. Сейчас. Пальцами уже заебался туда лазить. Вот сейчас, вот сейчас. Вот сейчас. Надо было ее окунуть вот так, когда она мордой там была. Точнее, головой. Ну, ладно, что поделать. Ладно, я у нее оставляю туда эту штуку. Пусть она в процессе там уже будет смотреть, что ей там надо, не надо. И, наверное, той тоже оставлю. У меня уже остались крышки вот эти. Я просто беру покупную воду, потому что с крана я не буду кипятить. Ну, его нахер. Вот, крышки собираются, все нормально. И, короче, я и той, и той поставлю воду, потому что, ну, его нахер. Для них, короче, самое главное – это вода. Потому что, ну, бля. Они сейчас живут как бы в квартире, а должны жить где-то под камнем, под каким-нибудь там, я не знаю, очень таким сырым местом. Вот. Они живут в квартире. Поэтому через их покровы постоянно теряется влага. Ну, есть такое понятие «осмос». Вот. Если с одной стороны мембраны больше влажной, с другой меньше, то влажность начинает перемещаться. С большего там, где меньше. Естественно, они теряют воду. Ну, да. Короче, и поэтому, я думаю, нужно, чтобы точно вода у них была. А уже еда – это такое дело. Это уже… Они могут в природе, я знаю, пауков вообще нельзя перекармливать. Они подыхают. Потому что в природе они едят очень редко. Вот он сплел паутину, он может вообще три месяца сидеть, и никто не поймается. Но он бережет силы, он сидит. И в случае, если поймается, туда все, хап, и все, и готово нахер. Боже, у меня какой-то мотылек залетел. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok